Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Лариса и я хочу вместе с вами сегодня приготовить вкусный завтрак, сырники, вкусный обед, пе-пе шаурму и замотивировать вас на уборку всего дома. Так что не ленитесь, подключайтесь. Для приготовления сырников я беру домашний творог. 220 грамм вы можете брать любой, но желательно брать жирный. Они получаются так намного вкуснее. Добавляем одно яйцо и щепотку соли. И хорошо все вилочкой перемешиваем. Для тех, кто очень следит за своим питанием, я советую все-таки брать стевию или мед. Я использую сахарную пудру, одну чайную ложечку. Вы можете заменить их на продукты, которые я предлагаю. Сырники получаются в меру сладкие, непритерные. Я добавляю в сырники рисовую муку. Вы можете, конечно, заменить на любую, но с рисовой получаются намного вкуснее. Две полные с горькой чайные ложечки рисовой муки. Я добавила меньше, но потом я еще добавляла. Перемешиваем и оставляем на несколько минут, чтобы мука немножко набухла. Тем временем можете уже ставить разогреваться сковородку. На огонь выше среднего. Теперь добавляем 2-3 чайные ложки отруби. У меня это пшеничные отруби. Вы можете брать любые, какие у вас есть. Перемешиваем. И формируем сырники. Сырники можно формировать ратными способами. Можно просто сразу ложкой вылаживать на сковородку. Можно руками формировать такие небольшие клубочки. Ну, а можете вот так, как примерно я на застеленной досточке просто ножиком помогаю себе сделать такие красивые формовые сырники. Кругленькие. Это делается легко и быстро. Тем временем сковородка наша уже разогрелась. Мы смазываем ее тоненьким слоем кокосового масла и вылаживаем сырники на сковородку. Ну, вот такие у нас получились. Приятного аппетита! Сверху мы их, конечно же, медом еще полили. И теперь я приступаю к уборке дома. Вот такую вышивку делает моя дочь. Начинает делать, я бы сказала. По итогам покажу результат вышивки. Это у нас кухня-студия. И я начинаю уборку с дивана, на котором мы каждый день всей семьей смотрим телевизор, кушаем. Я отодвинула его, чтобы убрать под ним, потому что каким-то образом туда вечно что-то закатывается, какие-то крошки и еще многое другое. Снимаю одеяло и выношу его стряхнуть. И захотелось мне попробовать этот диван поставить другой стороной. Потому что мы планируем сюда заказывать диван угловой. И вот я хотела посмотреть, как это будет смотреться, если он будет стоять вот так, семеркой. Ну, конечно, результат меня не порадовал. Мне не очень понравилось. Прежний результат был симпатичнее, как на меня. Поэтому я вернулась на свое место. Влажной тряпкой я протираю ручки. И весь диван. И ставлю его на место, потому что, как я говорю, мне что-то не совсем понравилось. Такая перестановка. Если вы видите, я обутан в кеды. Это я прочитала в книжке Fly Lady. Она говорит, что нужно носить туфли на шнурках во время уборки. У них, конечно, удобнее бегать и все делать по дому. А шнурки присутствуют. Вот такая замена. Одеяло я встряхнула от пыли. От каких-то, может, там тоже какие-то на нем были. И заправляю диван. Под диваном я помыла пол. Этого, может, не было видно на видео, но все было. Я решила поменять наволочки, так как мы на этом диване каждый день их все. Поэтому эти я снимаю на стирку и одеваю чистую. Наши токни еще на этапе ремонта, или как сказать правильно, мы еще и не закончили. Точнее сказать, ремонт уже закончили, но еще не обустроили полностью. Наверное, как у всех, не хватает то средства, времени, то силы. Вот. Здесь комната большая. Сейчас в улице я буду выбирать другую часть комнаты. Разделена такой стойкой бара. Барной стойкой. Сумку мы специально с дочерью отвели для рукоделия. Туда мы сложили все... Она занимается вышивкой, я вязанием, крючком. Слаживаем все наши рабочие инструменты в эту сумочку и отправляю ее в шкаф. Далее я убираю весь стол. На столе скопились все нужные вещи. И мои, и деток у меня, дочь и сын. Они как раз сейчас пошли гулять, поэтому мама спокойно может заниматься. Никто ее не тревожит. Своим любимым занятием уборкой дома. Ну вот, у меня стол, который слаживается, он делается высоким. И таким маленьким передиванным. Вот я его сложила, сделала поменьше. Да. Дочка у меня уже взрослая, скоро 22 года будет, а сыну 13 лет. Поэтому гуляют они сами. Поливаю свои бакунички, цветочки. И приступаю к работе. Да, смотреть на это тяжело. Но, я скажу честно, я люблю заниматься уборкой, если меня никто не отвлекает. И люблю мыть посуду. У меня посудой мойки нет. Но, если честно, это меня не расстраивает. Я люблю это делать. Насобиралось у нас очень много бутылок. Мусор мы не сортируем. К сожалению, вот точно нам варили компот. Он уже остыл. Я сливаю его в бутылку и отправляю в холодильник. Далее я занимаюсь непосредственно матьем посуды. Если вы видите, как я приспособилась к баночке для средства для матья посуды, я открутила крышечку и прикрутила туда такой дозатор. Очень удобно, когда моешь посуду. Мне нужно постоянно брать бутылку в руки и переворачивать. Расскажу вам немного о себе. Я живу на Украине. Мне скоро срок прагода. Я очень люблю заниматься домашним хозяйством. Убирать дом, делать уют. Люблю лукодельничать. Делаю это, конечно, непрофессионально, но зато с любовью. Тешусь со своими произведениями искусства. Это приносит мне удовольствие, что ли. Я расслабляюсь. У нас семья из четырех человек. Но дочь живет отдельно. Сейчас во время карантина она большую часть времени проводит, конечно, с нами. Вместе веселее. Мы очень часто любим принимать гостей. В общем, гостепленная семья. Здесь у меня осталась морковь. Ну, такая сердцевинка. Я хочу ее порезать у нас и немножко, чтобы она подсушилась. Здесь тоже осталось немножко мяса куриеного. Я отправляю в холодильник и режу морковь такими кружочками, кусочками. Это для нашей бусы. У нас живет шиншилла. Уже полтора года. Сырую морковь мы даем редко, потому что где-то читали, что нельзя. Потом уже слышали, что дают. Но вот как-то немножко побаиваемся. Оставляю вот так на тарелочке эту морковку. И потом она немножко привяливается. И я каждый день угощаю бусинку нашу. Я вытираю плиту. У нас еще нет вытяжки. Можете посоветовать, какую лучше брать. Вот и наша буси шиншилла. Ну, конечно, она днем больше спит. И поэтому такая сонная, когда я ей принесла морковь. Попробую ее угости. Где-то ближе к вечеру она уже у нас активная. Начинает грызть клетку и все, что ей под зубы попадает. Сейчас испугалась. А вот дочь с сыном уже вернулись с прогулки. На минуточку. Потому что дальше они уходят. Мама говорит, слава богу, уходят. Не мешают дальше мне заниматься своими делами. Как я ранее говорила, наш дом не полностью обустроен. И вы можете увидеть на стене над плитой вытяжки подведена. Она закручена на стене сзади меня. Здесь должна быть вытяжка. Мне нужна где-то такая широкая. Девяносто метр. Девяносто сантиметров в метр. Если кто-то может подсказать хорошую вытяжку, мы уже думали, встроенную. Мы делали бы шкафчик. Или такую навесную. Бежевого цвета, конечно. Разлаживаю все по своим местам. Мою чайник. У нас ужасно твердая вода. Много очень соли и отлаживается постоянно. Чайник прозрачный, стеклянный. И хорошо, и плохо. Потому что хорошо то, что мы видим, какой он грязный постоянно. И часто его моем. Ну а плохо, потому что не очень приятный вид у него после каждого. Я его мою с помощью лимонной кислоты. Вы видели, я насыпала немножко и капельку водички. Чтобы закрыть крышечку, ставлю на огонь на место и включаю. Он закипит и буквально где-то через минуту я уже мою через печенье без накипи. Знаю, другие пользуются уксусом, но он очень воняет. А вот лимонная кислота – это отличный способ удаления накипи. Далее я занимаюсь мойкой, краном. Использую средство само. Такое средство для ванной комнаты. И вот вы уже можете наблюдать результат наших трудов. Чисто. Конечно, пол я помыла, на камере это не видно. Чистота и порядок. Да, я не люблю, когда очень много на рабочем столе всего наложено. Поэтому меня так очень скромно. Там нас вдохновляет Алина Вальста, меня точнее. А я стараюсь сейчас вдохновить вас на уборку. Вот, кран чистенький тоже. Мою, конечно, дубной щеткой. И в его... Потому что тяжело... Доступные места очень тяжело чем-то промыть, кроме меня. Ну вот, вот результат. Чайник тоже очень чистый. Вот, прозрачная водичка. До первого тыпечения. А сейчас я принимаюсь за приготовление шаурмы. Ну, мы называем ее ПП-шаурма, потому что никаких вредностей мы туда не добавляем. Ну, вы можете считать как угодно. Я беру куриное филе. И режу его на... Да, мою, конечно, обсушиваю бумажным полотенцем. И режу на такие длинненькие кусочки. Это, конечно, наше любимое блюдо, потому что салат, который очень полезный есть. Это клепчатка. Как раз в шаурме там минимум... Минимум вредностей и максимум полезности. Очень много салата. Мы туда ложим морковку и капусту. И немножко вот так пиреной гребетки. Ее можно, конечно, просто поставить в воду, отварить. Ну, тоже приправить. Или можно пожарить. Сначала я ее так режу на две кусочки, но ее обжариваем на сковороде, без лишнего масла. Я ее заправляю в куриную грудку. Эти кусочки уже солю. Добавляю сухой чеснок и перец черный молотый. Далее вот так я ее перемешиваю, чтобы она припиталась побыстрее. И добавляю немного сметаны, чайную ложечку. И немножко горчицы. Вот я так люблю. Может кто-то не любит, может мне добавлять. И можно просто обжарить без соуса. Вот так она должна полежать на минут 5-10. Отправляю на сковородку. Сковородка без масла, разогретая где-то до огонь выше среднего. Обжариваю все кусочки со всех сторон. И когда они уже обжарились со всех сторон, я огонь убавляю. Добавляю водичку, накрываю крышечкой, чтобы они протушились уже. И были полностью готовы. Потом я режу морковку. И такими, как для морковки по-корейски, длинными слайсиками. Режу помидорки, огурец, все что у нас есть. И салат айсберг у нас пойдет сегодня черный. Дочь приготовила соус. В соус входит сметанка. Соль, перец на вкус. И мы добавляем немного кетчупа или томатного какого-то соуса. Он получает кисленький и вкусный. Лаваш я намазываю сливочным сыром. И разлаживаю нашу зелень. Салат айсберг. Потом морковка. Морковку я приправляю, как для морковки по-корейски. Наподобие. Не обязательно приправами всеми. Но солю. Немножко там сахара. Чеснок сухой. Добавляем много. Мы любим, когда много соуса. И, конечно, наши обжаренные кириллы. Курицы. Заправляем в такие лаваши. Заправляем лаваш в такую шаурню. В это время уже ставим сковородку разогреваться. И на сухой сковородке обжариваем эту шаурню с обеих сторон. Я скажу вам, что это очень вкусно. Так что не поленитесь. Приготовьте для себя очень полезные вкусы. И, мне кажется, соотношение белков, жиров и углеводов, это ушло мне именно то, что нужно. Вот такая красавица у нас получилась. Красиво и вкусно. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, пишите комментарии. До новых встреч.